Представители региональных и республиканских средств массовой информации совершили пресс-тур по Столцовскому району. В центре внимания журналиста фирменское хозяйство «Сула», которое специализируется на выращивании элитных сортов картофеля. Своего белорусского элитного. Средняя урожайность за последнюю пятилетку второго хлеба в этом хозяйстве возросла до 410 центнеров с гектара. Экспортировано картофеля более чем на миллиард. Предприятие с небольшой численностью, всего 16 человек, имеет множество дипломов, областных и республиканских конкурсов, как лучший предприниматель. И еще один белорусский дипломант, как лучшая организация с иностранными инвестициями, Prior Refrigeration. Молодое предприятие создано всего пять лет назад, стало ведущим в Беларуси в области промышленного холода. Очень много требуется предприятий, которые будут делать полуфабрикаты. У нас очень слабый еще вот этот объем поставщиков, которые делали бы здесь на месте необходимые для нас изделия. Это и пластиковые изделия, это и изделия теплообменной аппаратуры, это цепи управления, это запорная арматура для цепи гидравлики. Вот то, что для холодильного оборудования надо, мы сейчас импортируем еще достаточно много. Хотя много из чего можно было бы сделать здесь. Но делать это все под одной крышей, это не иррационально. Должны появиться маленькие компании, поставщики, компоненты. Я думаю, журналисты сейчас распишут, и компании появятся. Да, мы очень будем рады видеть, если вокруг нас... Тем более вы практически заказ делаете на какой-то вид изделий. В прошлом году Фриор произвел продукцию на сумму более 100 миллиардов рублей. Используя современные инновационные технологии, предприятия выпускают продукцию, энергосберегающую, европейского качества, но уже по белорусским ценам. Этот весь проект, он создан благодаря, в первую очередь, поддержке тех же районных властей, областных властей. Мы заключили договор об осуществлении инвестиционного проекта. И этот завод появился благодаря этому инвестиционному проекту в очень сжатые сроки. Потому что иначе мы бы никогда за год бы не построили ничего подобного. Потому что удалось, согласно условиям инвестпроекта, вести параллельные проектирования и строительства. В настоящее время Фриор ставит задачу внедрять передовые разработки в области автоматики, систем управления промышленным холодом и пропагандировать новые экологические энергосберегающие технологии. Он берет температуру с земли, каждый градус определяет от этой температуры и направляет на обогрев. То есть температура идет из земли, снег. Еще одна традиционная, но очень важная тема – развитие сельского хозяйства в регионе. Условия сегодня не самые благоприятные, но при грамотном подходе руководителей некоторые предприятия показывают уверенный рост. У нас зерною осталось переходящее зерно с прошлого года. 200 тысяч тонн в Минске осталось зерно. Оно осталось почти в каждой области. То есть мы зерна производим больше, чем наша потребность. Если у нас в этом году 200 тысяч осталось, и с такой же мы хлеб получили и в этом году, у нас к концу следующего года должно быть 400 тысяч переходящего. Но в некоторых областях, и у нас в южных районах засуха была. Там действительно пострадала. Причем пострадала засуха не от того, что она была засухой. Из-за того, что мы не соблюдали технологию. Есть Солигорский район и есть Любинский. Если кто-то не знает, они соседи и одни и те же условия. Есть там пески и там, и там. Есть там болота и там, и там. Приблизительно одинаковые условия. Только Солигорский район в этом году будет кормить Стародорожский и Любинский. Но извините, Стародороги тоже. Вернее, Солигорск мог тоже сказать, что сгорел. А там правильно просто Ремашевский, Александр Бориславович, правильно принял решение. На пресс-конференции губернатор центрального региона Семен Шапира заявил, аграрии Минской области имеют большой потенциал и уже в ближайшие годы докажут, на что способны. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, уборочная кампания в Минской области проходит успешно. Летом некоторые районы пострадали от засухи, но это не помешало региону преодолеть планку в 2 миллиона тонн зерна. Губернатор Минской области добавил, что у региона есть еще резервы и есть к чему стремиться. Если учесть все недоработки и утерянные возможности, то уже в ближайшие годы Минщина сможет выйти на результат – 3 миллиона тонн по намолоту зерна. Пристальное внимание инвестиционным проектам Семен Шапира отметил. Центральный регион занимает лидирующую вторую строчку в Беларуси. Шаг в развитии области с точки зрения привлечения инвестиций – это будет сейчас в Любовне. Мы скоро приглашаем главу государства заложить капсулу начала строительства крупнейшего еще одного калийного рудника. Он будет в двух разрезах в перспективе работать. Это сможет нам существенно улучшить жизнь в южной части нашей области. Солигорский район, Слуцкий, Стародорожский, Дубинский – уверен, у них начнется новая века их жизни. Более двух часов в вопросах и ответах за это время журналисты и представители власти успели обсудить и от тем. Неважных или неактуальных среди них не было. Спасибо. 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 Спасибо.